15 ноября в Электрогорске состоялось очень знаменательное событие. Концерт для самых почитаемых жителей города – ветеранов, пожилых людей и инвалидов. Вели концерт сотрудники Дома культуры Нателла Баранова и Заур Шерегов. Начался вечер с выступлений артистов нашего города, заботливо подготовленный преподавателем вокала детской школы искусств Гайко Маганесянам. Свои песни жителям подарили Софья Титова, Гаги Кайропетян, Александра Лукаш, Софья Панина, Гайка Ганесян и телерадио-ведущий из города Орехово-Зуево Владимир Певцов. Они исполнили хиты 80-90-х годов. Зрительских симпатий хватило на всех. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Особым подарком в тот вечер стало выступление знаменитой певицы Азизы. Она посетила наш город с благотворительным концертом. Идея проведения такого концерта возникла достаточно давно, и певица выбрала именно Электрогорск. И это не случайно. Среди жителей немало земляков и близких к сердцу певицы людей, с которыми она поддерживает общение уже много лет. Светлое событие смогло воплотиться в жизнь. Изначально концерт хотели провести в доме престарелых, но желающих было так много, что зал не смог бы вместить всех. Благодаря совместной работе администрации города, отделу социальной защиты населения в лице Владимира Морозова, концерт прошел в городском доме культуры. Выдача билетов вызвала небывалый ажиотаж. В зале не было ни одного свободного места. Зрители приняли выступление певицы с самым искренним восторгом. Полный зал у людей. Спасибо вам большое. Сегодня в этом зале, я чувствую, будет все располагать. Артистка исполнила самые популярные яркие хиты, посвященные родителям, близким друзьям, связанные с различными периодами жизни, песни собственного сочинения. Как безумно и просто, и на радость в поле, Без потушек, без просты, мне утонует в крови. И в небе звезды тают, и в небе душло-то спится, В числе песен из репертуара Эдит Пиаф. Под композицией певицы пускались в пляс. Благодарные зрители дарили Азизе цветы, улыбки и нескончаемые аплодисменты. Это был вечер откровений. Глаза в глаза, душа в душу. Я сказала, что сегодня будет вечер откровений. Очень хочется именно с вами, с людьми, которые жизнь знают непонаслышки, очень хочется быть с вами такой, какая есть, открытой, со всей радостью, болью и печалью. Не хочется одевать маски. Но я знаю, что я хорошая дочь. Заместитель исполняющего обязанности главы по социальным вопросам Ольга Матвеенко подарила Азизе подарок от города. Вы знаете, в этом году у нас очень большой праздник в городе. Нашему городу исполнилось 70 лет. И мы хотели в память о нашем городе сделать там небольшой сувенир с нашей символикой. Заведующий отделом социальной защиты вручил певице благодарственное письмо. Здесь я немножко официально скажу. У нас есть благодарственное письмо от министра социального развития в Московской области поездки Ирины Клавдивны. Она передала, просто сама не смогла быть, но передала слова благодарности. Певица от всего сердца передала пожелания всем присутствующим. Жизнь, она и состоит не только из радостных дней, но и немножко грустных. Но все это можно преодолеть, если в первую очередь верить в Господа Бога и верить в себя, в свои силы. И, несмотря ни на что, строить планы на завтра. Этот день надо сделать красным днем городского календаря, чтобы ежегодно дарить почетным жителям города любовь, заботу и прекрасное настроение. А это, как правило, продлевает жизнь. Анна Вязгина, Дмитрий Морозов и Михаил Шмарев. ТВЛ.